Доброе утро! Откроет свои двери для всех романтиков города. Ну вот, он уже седьмой по счету. Мы можем же уже назвать его традиционным. Почему тогда такая необходимость, востребованность, желание? И этот фестиваль проводится уже в седьмой раз. Из-за чего? Ажиотаж, спрос, нечего делать, скучно. Не думаю, что нечего делать. Просто я не раз повторяю, что мы занимаемся, наша команда Драйв-2 Ханты-Мансийск, занимаемся тем, что нам нравится. У меня люди тоже немножечко в душе романтики, как и я. Собственно, изначально вариант фестиваля, это все-таки представлял собой немножечко меньший масштаб. Он был задуман как одно из локальных мероприятий автомобильного клуба еще пять лет назад для зарождающегося Драйв-2 Ханты-Мансийск. И со временем он просто перерос в масштабы городские, потому что людям очень понравилось, люди пошли, и это было очень здорово. Это же как-то волшебно, прям, вот как в сказку. Это прям по-женски, Марина, ты так сказала сейчас, это прям как-то волшебно. Ну вот наш ханты-мансийский люд, честной народ наш, нужно постоянно чем-то удивлять, интересы к чем-то подпитывать. Будут ли какие-нибудь фишки именно на этом фестивале, кроме, конечно, колоссального огоненного шоу? Ну, как обычно, ежегодно мы стараемся удивлять жителей города, включаем в программу какие-то новые элементы. В этом году зрители ждет по традиции запуск фонариков, помимо этого будут у нас супергерои Ханты-Мансийска, для антуража будут мостовые куклы. Также планируется файер-шоу в двух частях, так скажем, первое до запуска, второе после запуска, плюс к этому фейерверк, концертная программа, выступление чирлидинга Ханты-Мансийска. Пусть люди приезжают и сами посмотрят. Программа будет насыщена, программа будет интересна. Но, как вы сами пишете, в интернете, в социальных сетях лучше приехать заранее. Почему? К сожалению, из года в год наблюдается такая тенденция, что количество желающих растет. Если в этом году, в начале, на шестом фестивале, мы уже в половину восьмого наблюдали скопление людей, примерно 300-400 человек на площадке, то я думаю, что в этом году туда просто не проехать будет. Поэтому желательно заранее приезжать. Чтобы припарковать. Артем, а вот фонарики, если нет у нас их в наличии, можно ли будет где-то их? Вот, Марин, фонарики, понимаешь? Конечно, можно будет фонарики приобрести прямо на месте. На месте. Не отходя от косы. Ни для кого не будет там, ну, этим дефицитом, все. Всем хватит, да? Не возбраняется принести все это с собой. Да, да, да. Для людей, опять же, наша и окружная столица, и Югра, достаточно такой студенческий регион. В Югорском государственном университете поступает много людей учиться, в том числе и первокурсники. Я больше чем уверен, что они-то и будут, ну, не основной, но каким-то подавляющим процентом на вашем мероприятии. Если в двух словах рассказать о том, что символизирует вот запуск фонариков, может, есть какая-то легенда, есть какая-то история, корень, зачем? Часто меня спрашивают, для чего мы проводим этот фестиваль и как он зародился. Доподлинно скажу вам, что в 2012 году, когда организовывалась инициативная группа «Драйвдова Канты-Мансийск», мы просто с друзьями сели и подумали над тем, как можно разнообразить суету, рутину наших будней. Вот тогда и родился в обсуждении этот фестиваль. Я его, честно, подсмотрел в Таиланде, где на берегу, так скажем, залива, океана, что там у нас располагается. Водичка. Да, у водички запускается вот это вот шикарное действие. Там намного больше, конечно, людей приходит, и если подобрать правильную погоду и все провести правильно, то это запомнится на многие-многие годы. Артем, ваше вот сообщество «Драйвдва», так сказать, гораздо на выдумки-то. На мероприятия вы постоянно что-то проводите, не только в окружной столице, но и по округу. Что, можно сказать, новый учебный год, новый сезон, чем будет запоминающийся именно от вашего сообщества? Есть какие-то планы? Что, какие мероприятия будут проводиться, может, какое-то новое масштабное действие? Есть понимание? На масштабные действия мы с октября месяца пока не рассчитывали, но у нас очень много маленьких локальных мероприятий, которые, безусловно, заинтересуют как и местных жителей, так и приезжих наших гостей города. Это и автобиблиоквест совместно с библиотеками Югры, библиотечной системой. Это и автомобильные квесты, которые сейчас мы новый проект запускаем, будет на следующей неделе, насколько я помню. Еще один большой крупный квест. Вот в рамках нашей разработки мы будем запускать этот проект по автомобильным квестам. Плюс, я думаю, к концу года мы обязательно придумаем что-нибудь автоспортивное. Ну, то есть планы, планы грандиозные. Давайте подытожим еще раз, когда, где состоится это романтичное событие. 23 сентября, район рыборазводного завода, рыбоводного завода, в 8 часов вечера у нас начало. Ну что же, если вы хотите удивить свою любимую или просто любите огонь. Или просто себя. Или, да, почему и себя любимого, милости всех просим. С гостем прощаемся. Спасибо большое, Артем. С вами никуда не прощаемся. Увидимся ровно через 2 минуты. Спасибо.